Приветствую всех. Спасибо всем, кто пришел, чтобы принять участие на сессии, посвященной правам человека. Будем говорить о защите прав человека и человеческого достоинства для всех. Меня зовут Пегги Хиггс. Я работаю в канцелярии ООН по правам человека в Женеве. И позвольте мне представить других участников дискуссии. Но прежде я бы хотела обрисовать тему и объяснить важность сегодняшнего разговора на форуме. Все началось с той идеей, что некие рамки, связанные с правами человека, это не просто громкие слова, но и очень полезный инструмент, который просто необходимо включить в дискурс на форуме по управлению интернетом и в рамках любых дискуссий по искусственному интеллекту. Мы видим, что права человека подразумевают целый набор инструментов, документов, которые существуют, посвященных прав человекам. То есть это большой источник материалов и ресурсов, которые помогают направлять нашу работу по многим направлениям. В Кио это уже неоднократно об этом говорилось. Поэтому сейчас мы изыскиваем пути, собственно, на включение этических вопросов в эти вопросы. Нелетко говорим об этике, ценностях. Но важно иметь некий рамочный механизм, который бы отражал и этические вопросы, и вопросы правозащитные для того, чтобы это учитывало интересы всех заинтересованных сторон. Я также хочу подчеркнуть с самого начала, что это все-таки глобальный диалог, что это глобальный разговор, и это отражает нынешнюю реальность. При этом мы видим, что дискуссии по ряду этих вопросов нередко доминируют, в них доминируют определенные регионы. И только оголосать тех, на кого напрямую или косвенно влияют цифровые технологии, не всегда настолько слышны. Поэтому нам необходимо обеспечить то, чтобы эти голоса тоже были услышаны. И, наконец, хочу добавить, что мы попросили сегодняшних экспертов поделиться мыслями относительно своих ожиданий от форума, а также глобального цифрового договора, который мой руководитель, генеральный секретарь ООН, над которыми он работает. И особенно осветить это с точки зрения соблюдения прав человека. Мы будем говорить о таких концепциях, каким образом мы можем укрепить фактологическую базу для принятия решений по искусственному интеллекту, а также необходимость улучшения мониторинга и надзора за данными, которые помогают нам заниматься этими вопросами. И также в рамках этой сессии важно осветить важность подхода с подключением многих сторон. То, что подразумевается не только номинальное участие, но и эффективное, реальное вовлечение представителей из разных кругов. То есть недостаточно просто открыть двери, но важно также предоставить ресурсы, чтобы работа была эффективной. Приведу пример. Например, некоторым исследователям требуется доступ к технологиям, которые мы хотим изучить. И важно, чтобы у этих исследователей было достаточно вычислительных емкостей для того, чтобы проводить такие исследования. Это только ряд вопросов, которые будут определять разговор в рамках сегодняшней сессии. Сегодня перед нами выступят интереснейшие участники дискуссии. Начнем с выступительных слов каждого из участников экспертной дискуссии. И затем у нас останется, надеюсь, время на вопросы и ответы и на окончательные комментарии. Сейчас предоставляю слово первому нашему докладчику. Двое, кстати, подключатся онлайн. Во-первых, это доктор Камеран Хушан Ашраф, руководитель отдела по правам человека фонда Вики-Медиа, а также Центрального европейского университета факультета публичной политики. Пожалуйста, доктор Камеран подключается к нам онлайн. Меня хорошо слышно? Да. Замечательно, спасибо. Большое спасибо организаторам и ведущим, модераторам, участникам дискуссии, а также докладчикам. К сожалению, я не смог приехать лично, но подключаюсь через интернет. Меня зовут Камеран Ашраф. Я руковожу отделом прав человека в фонде Вики-Медиа. Это фонд, который некоммерческая организация, поддерживающая Википедию. Мы поддерживаем сотни тысяч волонтеров по всему миру, которые вносят вклад в Википедию, в онлайн-эциклопедию. А также я преподаю на факультете публичной политики Центрального европейского университета в Вене, Австрии. Тема «Защита человеческого достоинства, свободы для всех в цифровой эпоху». Я хочу особо отметить правильный выбор темы и формулировки темы, потому что упор на человеческое достоинство крайне важен в контексте того, чем мы занимаемся в цифровую эпоху. Но эта тема недостаточно обсуждается в общем дискурсе на тему прав человека. Важно понимать важность этой темы, что такое человеческое достоинство онлайн. Мы достаточно хорошо понимаем, что это такое в реальном мире оффлайн. Но, тем не менее, по-прежнему мы не понимаем, что же это означает онлайн. Эти вопросы, вопросы человеческого достоинства необходимо изучать. Этот вопрос человеческого достоинства, достоинства индивидуума и места человека в обществе виз-за-ви технологии — это актуальнейшая проблема. Мы задаем эти вопросы себе, когда задумываемся о том, как искусственный интеллект будет влиять на наше человеческое достоинство. Где здесь место цензури в интернете? А что насчет компании, которые получают прибыли, отслеживая наше поведение без нашего согласия? А что насчет цифрового разрыва, когда у людей нет доступа к интернету? Что случается с пожилыми людьми онлайн? Как к ним относятся? Что происходит в случае дезинформации? И все эти вопросы, и многие другие, мы можем целый день их просто называть. Но в центре этого стоит вопрос достоинства, потому что важно четко обозначить, что это означает. Человеческое достоинство. Может быть, интуитивно мы понимаем, что это такое, но если мы посмотрим в ту же Википедию, то там множество определений. Википедия, например, опирается своими устоями на человеческое достоинство. Тот смысл, что у каждого есть что-то, что он может сказать, вклад, который он может нести. И при этом то, что людей, индивидуумов нельзя эксплуатировать, и очень важно должным образом управлять этим знанием. И очень важно, что Википедия не допускает ненадлежащего вмешательства. Да, это онлайн-энциклопедия, где волонтеры пишут статьи, обсуждают, делают ссылки, ссылаются на источники, принимают решения, исходя из лучших побуждений, для того, чтобы предоставить максимально точную информацию для всего мира. И от себя лично скажу, что когда вы заходите в Википедию и читаете статьи на любых языках, это действительно напоминает нам о том, что есть еще в мире что-то хорошее, что есть волонтеры, которые создают такие статьи, и они следуют кодексу поведения, который соответствует стандартам по соблюдению прав человека. И все волонтеры, которые пишут статьи в Википедию, конечно же, об этом помнят. Надеюсь на плодотворную дискуссию и взаимодействие как с другими участниками дискуссии, так и со слушателями. Большое спасибо, Камерон. Вы начали с очень важной мысли, которая действительно является фундаментом этой дискуссии. Мы все знаем, что вопросы слежки, цифрового разрыва, влияние на уязвимые слои населения, все это необходимо включать в повестку обсуждения, и это делается здесь в IGF. И здесь сложность заключается в том, насколько эффективно мы можем осветить этот вопрос. И с этой мыслью я передаю слово доктору Эйлину Донахью, специальный посланник и координатор по вопросам цифровой свободы Государственного департамента США, а также доктор Донахью является послом в Совете по правам человека СПЧ. Приветствую всех. Рада возможности быть частью IGF. В этом году у нас действительно значимое мероприятие сейчас проходит. Да, говоря о вовлечении многих сторон, то это как раз пример меня самой. Я работала в разных секторах, занималась вопросами прав человека, в том числе в контексте прав человека. И с Пеги мы вместе работали в организации Human Rights Watch в Стэнфорде уже 8 лет. Я руковожу центром, который называется инкубатор глобальной цифровой политики, где мы изучаем влияние технологии на демократию и права человека. А также, как меня уже назвали, являюсь специальным посланником по цифровой свободе Госдепартамента США. Поэтому мы занимаемся вопросами соблюдения прав человека, изучаем права человека в контексте государственной политики США и многие другие вопросы. Я еще с самого начала работы в этом направлении определила для себя три приоритета, которые во многом совпадают с повесткой дня IGF. Во-первых, это международное управление искусственным интеллектом. Целью здесь является укрепление статуса международного права в области прав человека, правозащитного права. И я считаю, что эти рамочные механизмы максимально подходят в данном случае, они применимы к тому, что касается искусственного интеллекта. То есть это защита людей от дискриминации, например, свобода собраний, свобода ассоциаций, свобода передвижения, свобода волеизъявления. Все эти вопросы прав человека. С другой стороны этого уравнения это инклюзия и вопросы преимущества, которые дает искусственный интеллект. И здесь можно отвлечься и уйти в философии. Я считаю, что искусственный интеллект поднимает экзистенциальные вопросы, которые касаются центрального места индивидуума в обществе. По всем этим причинам я считаю, что здесь необходимы какие-то четко прописанные рамки. И что касается международного гуманитарного права, то здесь уже существует достаточный набор инструментов, которые подписаны, применимы в международном формате. И он как ничто другое подходит для управления искусственным интеллектом. Многие из вас, может быть, помнят, что в 2012 году была первая резолюция принята в ООН о свободе в интернете. И там было прописано, что права человека должны соблюдаться онлайн, так же, как они должны соблюдаться офлайн. Сейчас эти две большие сферы, получается, сливаются вместе. И говоря об управлении интернетом, мы видим, что сейчас множатся различные этические принципы. Иногда используются похожие формулировки, но означают они несколько иное. Иногда разные формулировки говорят об одном и то же. И я считаю, что многие люди, которые пишут такие нормативные акты или рекомендации, они, может быть, хорошо знают свою тему, но недостаточно знакомы с проблематикой прав человека. Поэтому очень важно, чтобы правозащитники тоже участвовали в создании таких документов. Это, в том числе, включает в себя рамочных механизмов менеджмента риска. Следующий вопрос — это инклюзия во всей его многогранности. Например, начнем с базовой связуемости к возможности к подключению в интернет. Например, 2,6 миллиарда людей по-прежнему не подключены к интернету. Мы знаем эту цифру, и это действительно является приоритетом. Но при этом эффективное или реальное подключение, которое включает в себя инклюзию в плане данных, и там и равноправная защита, и отсутствие дискриминации. Далее, инклюзия в сообществе программистов, в сообществе управляющих интернетом, а также в том, что касается применения искусственного интеллекта. И по всем этим причинам я считаю, что вот эта многогранная концепция цифровой инклюзии речь идет не только о базовой интернет-связуемости, подключении, но также о многих других аспектах. Из 2,6 миллиарда людей, которые не подключены к интернету, большинство составляют женщины и молодежь, и для меня это действительно вызывает обеспокоенность. Мы говорим о цифровом разрыве, мы говорим о других вопросах, но нам важно помнить о том, что девочки и женщины, скорее всего, также недостаточно представлены и в других аспектах, таких как цифровая грамотность и так далее. То есть здесь есть гендерное неравенство. Дальше, целостность информации. Сложный вопрос. Дело в том, что мы всегда должны помнить о свободе самовыражения, и здесь этот вопрос очень тесно пересекается с целостностью или достоверностью данных. Но здесь необходимо приоритизировать эти вопросы, и правительство по всему миру, и организация гражданского общества уже давно занимается практической частью вопроса. Но я хочу отметить, в частности, что были подписаны канадские и голландские декларации о цифровой свободе. Они являются прекрасным примером и отправной точкой для разговора об этом и у других. Далее, говоря о жизненном цикле здесь, в IGF, многие, конечно же, знают, что такое подход с привлечением многих заинтересованных сторон. Но при этом по-прежнему недостаточно учитываются интересы некоторых из этих слоев, и здесь стоит уделять этому внимание. Далее, право человека и человеческое достоинство в цифровом контексте — это первое. Далее, многосторонний подход или подход с участием многих заинтересованных сторон. Вот здесь процесс с привлечением многих сторон — это именно то, что является фундаментом этого механизма. Большое спасибо, Элина Донахью. Вы сказали о том, что существуют разные рамки, но при этом всё это должно опираться на права человека как особый рамочный механизм с тем, чтобы нам сохранять фокус. Я уже полтора дня здесь работаю, но, к сожалению, далеко не так часто, как хотелось бы я слышала ссылки на права человека и на цифровую инклюзию. Ключевой вопрос — мы ещё вернёмся к нему. Далее, сейчас микрофон передаю я доктору Питеру Киршлагеру, директору Института социальной этики из Университета Люцерны. Пожалуйста, Питер, слово вам. Большое спасибо, Пеги. А также хочу поблагодарить организаторов за приглашение принять участие в этой дискуссии. Я занимаюсь вопросами этики искусственного интеллекта. Очень интересны ваши мысли относительно привязки к искусственному интеллекту, этике и правам человека. Вот эта связка интересна для изучения. И именно права человека позволяют людям жить соблюдением их достоинства. И вся эта цепочка ценностей опирается на права человека. Здесь есть разные процессы. Посмотрим на результаты IGF до сих пор. и встречи высокого уровня по вопросам вовлечения разных заинтересованных сторон, по вопросам глобального цифрового договора. Заявление также генерального секретаря ООН на Совете безопасности и недавняя резолюция Совета ООН по правам человеком, Верховного комиссара по правам человека. Во всем лейтмотивам всех из них проходит одна и та же мысль о том, что необходимо иметь нормативно-правовые рамки, а также что эти нормативно-правовые рамки должны опираться на права человека. И далее также прослеживается мысль о том, что в рамках системы ООН необходимо иметь некий орган, который бы занимался приведением в исполнение этих общих рамочных механизмов. Но в реальной жизни какая же складывается картина? Если мы посмотрим, то здесь, с одной стороны, есть уже немало достижений, например, допустим, консенсус относительно характеристики, что такое искусственный интеллект. Но при этом необходимо не забывать, что это должно опираться на права человека. Для технологических компаний это означает, что у них есть некое реферсное значение, которое позволит им следовать к определенным правилам, не перегружая их, потому что они занимаются технической частью дела. С другой стороны, соблюдение прав человека позволит стимулировать инновации, потому что у людей будет расширен доступ к информации, что, конечно же, является ключевым фактором для творчества, для инноваций. Далее. Здесь, опять же, требуется, чтобы учреждение в системе ООН занималось надзором использования искусственного интеллекта на глобальном уровне, включая изучение того влияния, которое искусственный интеллект может иметь на все человеческое сообщество, а также на этические риски. И вот такое учреждение ООН, и я много лет занимаюсь изучением этого вопроса, начиная с моего пребывания в Ельском университете и сейчас в университете Люцерни. Так вот, я предлагаю следовать модели МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. Как предложение? Потому что и ядерная технология, и искусственный интеллект имеют с этической точки зрения как очень положительные стороны, так и потенциально очень негативные. Конечно же, я упрощаю эту концепцию, но в случае с атомной энергией сначала проводились исследования, затем создали атомную бомбу. К сожалению, атомные бомбы использовали несколько раз, и тогда человечество осознало, что необходимо что-то с этим сделать, необходимо как-то контролировать процесс. И поэтому в системе ООН было создано такое специализированное учреждение МАГАТЭ. И при этом я же не говорю, что система идеальна, здесь есть и геополитические соображения, но при этом все-таки можно признать, что нужно отметить, что МАГАТЭ позволила избежать многих кризисов, избежать самого худшего. Поэтому я советую использовать в целом модель МАГАТЭ и в том, что касается искусственного интеллекта или международного допустим, агентства по замданных ИАДА. Во-первых, необходимо определить положительные, позитивные возможности, которые нам предлагает искусственный интеллект. Затем необходимо определить этические риски и затем, конечно же, укрепить международное сотрудничество, технологический обмен техническими знаниями. И это можно делать в том числе посредством этого форума IGF. И, конечно же, можно присмотреться к различным инициативам в этой области и привлекать разные заинтересованные стороны к работе. Потому что с этической точки зрения, как я уже говорила, здесь есть плюсы и минусы. С тем, чтобы в конечном итоге все люди получали пользу от искусственного интеллекта, да и вся планета могла получить выгоды. Спасибо. Спасибо, Питер. Мне кажется, вы дали нам неожиданно оптимистичный прогноз. Это непросто. Ведь действительно, консенсус уже существует относительно того, что нужно, наших потребностей. Но не совсем понятно, как нам добиться того, что нужно. Поэтому очень важно то, что вы говорили о достоверности информации, о целостности информации. Это сложный вопрос. Мы понимаем, что нет какой-то единой кнопки, нажав на которую все вопросы решатся. Но необходимо углубленно смотреть на разные аспекты. Например, в целом, говоря об искусственном интеллекте, неправильно было бы ожидать, что какое-то одно учреждение, один институт сможет полностью охватить эту вопрос. Но как минимум, есть учреждения, которые могут заниматься надзором, изучением и так далее. А теперь передаю микрофон Малари Ноделл, старшему директору по технологиям Центра демократии и технологий. Пожалуйста. Продолжение следует... Вопросы гораздо шире сейчас здесь речь идет не только об интернете как таковом, но также об искусственном интеллекте. И интересно, что все эти вопросы обсуждаются на IGF, где мы их анализируем, рассматриваем. Поэтому, говоря о более широком ландшафте, я хочу, может быть, повторить слова выступавших до меня о том, что эта дискуссия посвящена не этике, а правам человеком. То есть очень осязаемым и используемым механизмами, которые используются ежедневно. Это права человека. Права человека — это управление с острыми зубами, так говорит моя коллега. То есть это ощутимая, опирающаяся на нормы международного права, часть нашей работы. И это, с одной стороны, сложно, с другой стороны, очень полезно. Мы можем, во-первых, проанализировать то, чем занимаются другие, какую... Например, если речь идет об обязательстве государства, да, или ответственности со стороны корпораций в отношении прав человека, тоже применимая к другим заинтересованным сторонам. Я занимаюсь на протяжении всей своей карьеры как представитель Организации гражданского общества. Я считаю, что Организация гражданского общества должна своей миссией иметь как раз соблюдение прав человека. И я считаю, что в основном, я, кстати, работаю с техническим сообществом, так вот, не всегда понятно, какое отношение техническое сообщество, каково их взаимоотношение со сферой прав человека. В некоторых случаях важно начинать эту дискуссию, поддерживать ее, но по-прежнему мы и полностью не осознали для себя вот это взаимоотношение между техническим сообществом и правами человека. С одной стороны, говоря о подходе с вовлечением многих сторон, здесь есть техническое сообщество и государство, и правозащитники. Так вот, есть государственный орган, с одной стороны, есть компании. Но почему техническое сообщество по-прежнему не говорит широко о правах человека? И я думаю, что может быть комфортнее говорить о технологии, чем говорить о сложных проблемах, которые возникают в рамках технологии, но касаются более комплексных вопросов. И это означает выход из зоны комфорта. Может быть, этим можно объяснить такую тенденцию. Когда я только начала работать с техническим сообществом и связываться с техническим сообществом, я поняла, что мне нужно произносить такую фразу, как «вопросы прав человека», но по-другому. То есть как будто бы мне приходилось в противовес технологии представлять тему прав человека. и защитники прав человека здесь, я думаю, присутствуют. И я думаю, что, может быть, вопрос прав человека удастся лучше охватить при таком раскладе, какой у нас здесь сегодня, при таком формате дискуссии. Но это важная работа, над которой нужно продолжать думать, как можно ее лучше организовать. И дело не в том, что мы хотим представить технические вопросы в виде политического театра, но дело в том, что технологические проблемы гораздо комплекснее, чем их техническая сторона позволяет нам предположить. Давайте думать о многогранности этих проблем, принимая во внимание и права человека, и вообще человеческий фактор. Это не невозможно. Ведь для физики и химии такой способ дискуссии был найден, значит, и для ИКТ тоже можно найти такой формат диалога. Я знаю, что мой регламент сейчас закончится. Я хотела добавить еще кое-что. Я заметила, что вопрос цензуры поднимается во всех форумах, где бы я ни находилась, в каком обсуждении я не принимала участие. Как только мы начинаем говорить об управлении интернетом, возникает вопрос цензуры. И каждый раз мы понимаем, что это реальный вопрос, что когда у нас есть пользователь, и когда мы фокусируем нашу дискуссию на пользователе, то техническое сообщество рано или поздно говорит о том, как нам нужно обеспечить, чтобы интернет продолжал оставаться тем, каким он был создан, чтобы доступ был не просто доступом, а именно значимым доступом. И это вопрос, который сопряжен с вопросом прав человека и не только в рамках IGF, но и во всех других форумах, которые так или иначе озабочены вопросами технологии и интернета. И для IGF эта связка должна существовать постоянно. Это не вопрос, который можно решить и отодвинуть и двинуться дальше. Это вопрос, который сопровождает нас на всем пути нашей работы и на всем пути развития. У меня все. Спасибо. Спасибо, Мэлори. Вы действительно очень важные вещи сказали, и вы подчеркнули как раз необходимость наведения мостов и вести диалог. Что мне понравилось в вашем выступлении, это идея. Идея о том, что мы говорим о правах человека постоянно, даже не понимая, что они говорят о правах человека. Это дискуссия, например, о влиянии технологии на жизнь человека. Это дискуссия, которую я часто веду с техническими экспертами, которые, по сути, являются дискуссией прав человека. И как раз можно об этом заявить и сказать, что мы сейчас и говорим о правах человека, и также то, что вы сказали о цензуре и о том, как интернет должен иметь возможность продолжать существовать в свободной форме. Следующий наш участник – доктор Мариэльза Оливера, представитель ЮНЕСКО, отдел коммуникации и информации и цифрового подключения, политика и трансформации. Мариэльза, вам слово. Она у нас удаленно подключена. Я рада быть здесь с вами. Мне жаль, что я не могу быть в Киото лично. Мы посещали, ЮНЕСКО посещает все IGF. Я была на IGF с самого начала. ЮНЕСКО находится на передовой в процессе выявления возможностей, а также барьеров цифрового пространства, которые мы создаем. Потому что данные онлайн – это и есть свободный поток идей во всем мире. Таким образом, наша работа сфокусирована на поиске и создании этичной и сфокусированной на человеке рамочной структуры, которая позволяет цифровизацию и при этом не забывает о правах человека и человеческом достоинстве. Понимая, что мы должны сегодня создавать равный для всех интернет, который приносит всем пользу и не вред. Мы живем в цифровую эру, и это сложная эра. Нам нужно создать здоровую обстановку, при которой можно вести дискуссию, при которой можно вести дебаты на тему того или иного аспекта развития ИКТ. Мы сегодня видим, что обществу и индивидууму нужно заново научиться ценить факты, правду. Мы видим сегодня, что существует большая проблема, касающаяся информации, дезинформации. Это вопрос, в котором участвуют многие вовлеченные стороны. И одна из главных ролей, которую мы играем, это способствовать международному сотрудничеству и созданию цифрового будущего во главе угла, которого стоит человек и права человека. Мы работаем над укреплением стандартов, регулирующих соблюдение прав человека в рамках цифровой экосистемы. В прошлом году, например, мы провели конференцию, посвященную интернету, которому можно доверять, как раз обсуждая вопросы регулирования интернет-платформы. Мы говорили о вопросах подотчетности, доверия, ответственности, которой как раз не хватает цифровым экосистемам. Регулирование и стандарты – это то, как мы можем обеспечить такое наблюдение и защитить общественное благо. Мы хотели бы также этим способствовать привлечению инвестиций в эту область, потому что будет создан новый безопасный уровень пользования и безопасная инновация. В частности, мы понимаем, что сегодня трансформация – это прежде всего трансформация технологии с использованием соцсетей, искусственного интеллекта, потому что в них есть потребность. И сегодня мы начинаем создавать глобальные стандарты руководства, которые будут информировать решения главных акторов, правительств частного сектора гражданского общества. И при этом мы опираемся на подход с участием многих заинтересованных сторон. Сегодня мы уже даем рекомендации о транспарентности различным платформам, рекомендации по этике при использовании искусственного интеллекта. Также мы нацеливаем нашу работу на то, чтобы укрепить институты и системы, которые делают возможным сотрудничество в области цифровизации. Важно развивать человеческие и институциональные возможности для того, чтобы полностью раскрывать потенциал и решать стоящие перед нами вызовы в том, что касается цифровых платформ и технологий. К примеру, законодатели и государственные служащие, особенно в законодательной, юридической системе, они помогают создавать экосистему, они являются ее частью, они ее формируют. Мы сегодня видим, какая лежит ответственность на нас, на образовательной системе в 21 веке, с тем, чтобы этот процесс проходил глобально и проходил ответственным образом. Мы ценим сотрудничество, ценим возможность обмена знаниями со всеми интересованными сторонами и возможность генерировать идеи и использовать лучшие практики, которые мы можем увидеть на примерах других участников. Сегодня мы пытаемся выращивать навыки, знания среди пользователей цифровых технологий и платформ СМИ. И грамотность в области СМИ и информации – это еще один важный навык, который сегодня становится частью любой сферы деятельности, любой экосистему. И здесь нельзя допустить неудачу, потому что на кону стоит многое. Поэтому этот диалог тоже должен вестись со всем пониманием чувствительности вопросов, которые мы обсуждаем. При том, что мы видим, как меняется технология, как быстро все это меняется. Когда мы займемся планированием плюс 20, у нас будет возможность пересмотреть определенные практики и улучшить существующие механизмы, приспособив их, поправив то, чего им не хватает на данный момент, и учесть все произошедшие перемены. Спасибо. Очень полезная и интересная перспектива. Мария Эльза о данных, об использовании данных, о том, насколько это критично для диалога. И действительно важно говорить о человеческом потенциале институтов и структур для того, чтобы действительно решать вопрос соблюдения прав человека по мере развития технических платформ. У нас есть еще два оратора. Спасибо всем, кто собрался в зале. Далее хочу представить следующего нашего выступающего. Фредерик Рауски, глава отдела политики прав человека. Это мета. Тут еще написано, что он сочиняет, пишет электронную музыку. Наверное, это его хобби. Спасибо за предоставленное слово. Тяжело быть шестым или седьмым оратором, но я за то, чтобы диалог продолжался. Я уже тут сделал так много заметок себе в моей подготовленной речи, потому что многое уже было сказано из того, что я уже хотел сказать. И, наверное, это хорошо, потому что мы мыслим одинаково. Я прошу прощения за свой хриплый голос. Я потерял голос. Прежде всего, я рад быть здесь с вами, быть вместе с этими ораторами на сцене. В прошлом году, в июле, я возглавила отдел прав человека в компании мета. До этого несколько десятилетий я работала в области международного гражданского общества. Я работала с ООН. Также занимался в разных международных организациях вопросом прав человека. Я работала в Азербайджанском-Тихоокеанском регионе с достаточно большими командами и занимался глобальными вопросами по правам человека. Я слышу достаточно много скепсисов в том, что касается подхода к вопросу прав человека в контексте технологий. Но при этом я должен сказать, что все же компания мета многого добилась в том, что касается соблюдения прав человека. Мы приняли корпоративную политику области прав человека в марте 2021 года. И мы пытаемся показать нашим пользователям свою приверженность принципам прав человека вместо того, чтобы просто об этом говорить. Во-первых, мы приняли эту политику. Мы запустили совет по надзору по вопросам прав человека. Мы учредили фонд защиты прав человека. Это приверженность, которую мы выразили уже несколько лет назад, еще до того, как мы официально приняли этот документ. Мы два раза в год публикуем доклад по правам человека. Вот у меня в руках последний доклад, который мы опубликовали. Он включает в себя резюме нашей работы по тому, что касается прав человека, итоги нашей деятельности в этом направлении. Мы и другие документы публикуем, которые описывают нашу работу в этом направлении и оценку нашей деятельности. То есть полный мониторинг происходит. Это не просто планы. Недавно мы опубликовали один документ в отношении прав человека по израильско-палестинскому конфликту. И это касалось способов пользования соцсетями. Мы освещаем разные вопросы, такие как чат GDP. Мы занимаемся обсуждением вопросов таких, как предотвращение геноцида, ненависть онлайн. Мы сотрудничаем с международными организациями. Я слышу, что в аудитории некоторые уже вздыхают скептично. И опять Мета перечисляет все то хорошее, что она успела сделать. Я понимаю ваш скепсис. Но поверьте мне, наша работа непроста. Я знаю, что нам еще многое предстоит сделать. Нам еще нужно интегрировать принципы и стандарты защиты прав человека в политику компании. Я, как уже говорил, работала в регионе Азиатско-Тихоаканского региона. Азиатско-Тихоаканского региона – это регион огромного лингвистического и культурного разнообразия, быстро растущих экономик. И у правительств разный подход, так скажем, к демократии и правам человека. Спектр большой. И иногда кажется, что сложно, если не сказать невозможно, поддерживать наш принцип соблюдения прав человека, при том, что мы работаем в разных юрисдикциях, и мы вынуждены соблюдать правила, законы, которые существуют в этих юрисдикциях. При этом у нас существует свое руководство, свои принципы. Мы поддерживаем и признаем лидерство Организации Объединенных Наций. Мы поддерживаем принцип глобального цифрового договора, работу IGF и других похожих форм. В заключение хотел бы сказать, что необходимо продолжать нашу работу сообща, подчеркивая деятельность, которую мы проводим, не дублировать действия друг друга, поддерживать свободу слова, свободу самовыражения, при этом ограничивая ненависть и не давая возможности злоупотреблять соцсетями. Последнее, что хотел бы сказать по работе с привлечением многих заинтересованных сторон, хочу сказать, что в моей работе в компании МЕТА и с моим опытом работы в гражданском обществе, конечно, я вижу, что существует большой разрыв. И диалог ведется постоянно. Ведутся беседы о правах человека. Мы понимаем эту терминологию, мы понимаем эту тему. Нам знаком язык прав человека. Мы понимаем, что сделать предстоит еще много. И мы должны продолжать освещать нашу работу, чтобы о ней знали, чтобы было понятно, что мы делаем. Я хочу сказать, что еще одна сложность, которая у меня есть, это то, что я окружен ИКТ-инженерами, людьми, которые занимаются продажами, маркетингом. И иногда мне сложно перевести с языка прав человека на их язык, технический язык, язык продаж, язык маркетинга. И как это можно сделать более понятным, как можно интегрировать эти темы так, чтобы они не казались противоречащими друг другу. Еще нельзя забывать о концепции риска. Я много говорю о риске. Все понимают, есть риск в бизнесе, есть юридический риск, есть политический риск и есть риск прав человека. Мы часто говорим об одном и том же, но мы придаем разное значение этим вопросам. Мы говорим о принятии решений в компании, о принятии решений в государстве, и мы видим прогресс, которого удается добиваться в разработке единого видения, и при этом учитывая риски, сопряженные с вопросами прав человека. И это гораздо более понятная лексика, когда я говорю с людьми из области технологий или продаж и маркетинга, когда я говорю об этом как о бизнесе. Спасибо, Фредерик. Спасибо за то, что представили нам свою перспективу как перспективу компании частного сектора. Мы готовы продолжить дискуссию о том, что вы делаете и что еще можно улучшить. И то, что вы сказали об оценке рисков и о рамочной структуре поддержки рисков, это тоже важное замечание. Я думаю, что мы смогли бы продолжать нашу работу лучше, принимая во внимание это. Мэлори уже об этом говорила. К счастью, у нас еще есть оратор, который терпелив, который ждал нас. И я очень хочу услышать его мнение. Кбенго Сесан, исполнительный директор Парадайм Инишитив и член руководящей группы IGF. Пожалуйста, Кбенго. Спасибо. Мы говорим о правах человека, о целостном подходе. Мне кажется, подходящее время совершенно ясным образом утверждать, что мы не можем вести разговор с привлечением многочисленных участников, если эти многочисленные участники не принимают участие в диалоге. Это лицемерно говорить, что мы ведем диалог о правах человека и что мы со всеми его ведем, при том, что заинтересованные стороны даже с нами не сидят за столом. Я думаю, что нам нужно этот разрыв закрывать. Это барьер. Барьер существует сегодня. Вы не представляете, насколько унизительно стоять перед пограничником или перед консулом, получая визу, и доказывать ему, что вы имеете право на существование и что вы человек. И прежде всего это барьер. Я думаю, что важно продолжать диалог. В каких бы контекстах мы его не вели. Если вы, IGF, говорите, что вы глобальные, то привлекайте к диалогу всех, кто является заинтересованной стороной с глобальной точки зрения. Нельзя. Я знаю, что все это часть более широкого диалога о вопросах миграции. Поэтому давайте не будем притворяться, что этого не происходит и что это не часть темы прав человека. Так вот, на эту тему мы сейчас говорим о том, какие процессы сейчас происходят, в том числе подготовка к глобальному цифровому договору, в том числе IGF, в том числе все диалоги, которые мы ведем. Это и защита прав человека, это и организации гражданского общества, которые уже давно работают над этими вопросами. Я думаю, что сейчас нужно извлекать пользу из этой информации, из этих данных и улучшать процессы. Потому что, когда мы ведем этот диалог, мы понимаем, что нельзя это игнорировать, нельзя этот опыт игнорировать. Мы все прожили опыт, который дал нам понимание, в чем заключаются проблемы. И я думаю, что это все нарушения, которые происходят во всех странах. Кто-то из вас, может быть, знает, руководящая группа представила документ пару дней назад, на этой неделе. Сегодня среда, кажется, что уже прошло столько дней. Так вот, в этом документе был задан вопрос, какой интернет у нас сейчас есть и к какому интернету мы стремимся, и как этот разрыв преодолеть. И, конечно, мы нашли пять областей, в котором есть разрыв, и что мы хотим создать универсальный, инклюзивный интернет, который также будет безопасным и уважительным. И посмотрите, вот это слово «уважение к правам». Я хочу обратить на него особое внимание. Мы сегодня говорим о том, что 2 миллиарда 6 миллионов людей не подключены. Я часто говорю людям, что моя карьера началась потому, что когда-то мне прислали один имейл. А теперь подумайте о всех людях, которые не подключены. Я хочу сказать о тех людях, чьи правительства сделали невозможными для них подключиться. И потому что они не подключены, мы не можем их считать. Мы сейчас должны подумать и о тех, кто не имеет свободы в интернете. Можно ли их считать подключенными? Вот мы говорим о 2,6 миллиарда. А как насчет всех тех людей, которые не имеют значимого подключения или не имеют свободы пользования интернетом? Я хочу сказать, что глобальные процессы нацелены на людей. Понятно, что нужно при этом говорить о правах человека. А кто еще у нас здесь, инопланетяне, что ли? Раз мы создаем продукт для людей, то и о правах человека, конечно, нужно говорить. Конечно, это связанные темы. И техническое сообщество должно эти вопросы раскрывать. Для частного сектора, по крайней мере, это чрезвычайно важно. Когда у нас возникли проблемы во время пандемии COVID-19 в 2020 году, это стало очень ясно. И стало понятно, что права человека и их соблюдение создают репутацию, которая благоприятна для бизнеса. Если вам доверяют и доверяют, что вы будете уважать их права, то к вам приходят пользователи. И давайте фокусироваться на этом. Давайте перестанем приводить в противовес правам человека интересы бизнеса. И давайте заработать над барьерами входа. Какое интересное выступление. Его стоило дождаться. Он наш последний оратор. Спасибо вам. Да, действительно, это повторяющийся вопрос. Не только на этой конференции. Да, нам нужна глобальная перспектива, но нам это не удается. И фундаментальный вопрос заключается в том, что хотят сказать все присутствующие, включая нас, своим правительством. Что вам нужно для того, чтобы этот форум стал успешным. Потому что иначе участие в форуме совсем не означает, что мы должны открывать двери как некая привилегия. Нет. Это необходимость, если мы хотим действительно работать с привлечением всех заинтересованных сторон, чтобы получить необходимую обратную связь по всем вопросам. Я уже слишком много говорю, потому что я очень заинтересована в этой теме. Но я действительно была рада слышать то, что вы сейчас сказали о прошлом IGF, об IGF прошлого года. Наши ораторы выступили, закончили свои выступления. Теперь мы готовы ответить на вопросы. Если у аудитории есть вопросы к нашим ораторам, пожалуйста, поднимите руку, подойдите к микрофону, представьтесь и постарайтесь кратко задать ваш вопрос, чтобы мы успели услышать как можно больше вопросов. Вот мы видим уже, кто-то идет к микрофону. Пожалуйста, вам слово. Меня зовут Кэролин Такет. Я из компании Access Now. Это глобальная организация, которая занимается защитой сообществ, находящихся в ситуации риска по всему миру. Мы рады, что ведется сегодня диалог, который позволяет людям, чьи голоса должны быть услышаны, действительно быть услышанными. И особенно мне интересна дискуссия на тему привлечения многих сторон, как действительно вовлечь все стороны в дискуссию. Вопрос у меня к нашим ораторам, к Бенго, особенно к вам, но и остальные тоже я была бы рада, если могли бы что-то дополнить. Мы говорите о следующем месте проведения IGF в Саудовской Аравии. Совместим ли это с тем, что мы сейчас обсуждаем в контексте прав человека, особенно понимая, на каком этапе цикла сейчас находится IGF, и что вскоре нам предстоит процесс плюс 20, и мы говорим о будущем с подключением всех заинтересованных сторон. Как вы можете это прокомментировать? Спасибо, Кэролайн. Мы выслушаем еще несколько вопросов, прежде чем ответим на этот. Спасибо. Хотела бы поблагодарить вас за замечательный диалог по вопросам прав человека и достоинства человека. Меня зовут Миша Джима Мока. Я из парламента Кении. Я представляю межпарламентскую комиссию по информации, связям с общественным. И хочу спросить, как вы собираетесь работать с тем, что присутствует страх в отношении искусственного интеллекта и страх, что искусственный интеллект лишит людей работы? Какие сценарии вы представляете себе? Этот страх присутствует во всех развивающихся странах. Еще меня интересует вопрос буллинга. Как именно вы собираетесь решать эти проблемы? Какие есть стратегии? В основном буллинг нацелен на наиболее уязвимых женщин, уязвимые группы, это женщины, особенно женщины в политике. Это действительно вызов, и я не знаю, как можно это решить. И мой последний вопрос, это вопрос защиты частных данных. Недавно в нашей стране было такое, вот что произошло. Приехали какие-то люди из Америки, они назвали себя Ваткоин, и затем они в итоге просто украли. Было афера, они украли личные данные кенийских граждан. То есть, получается, кто угодно может появиться у нас в стране, и не существует никаких международных правил, которые помешали бы им это сделать. Таким образом, это вызывает обеспокоенность у наших граждан и граждан других стран. Поэтому необходимо проводить информационно-просветительские кампании по всему миру, чтобы люди просто понимали, чем это чревато. А также кампании о влиянии искусственного интеллекта, потому что люди могут попросту бояться таких вещей. Поэтому существует насущная необходимость не только на таких форумах, но и в рамках кампании распространять информацию в наших странах. Вплоть до сельских районов, чтобы до всех можно было достучаться. До тех районов, где по-прежнему люди не пользуются интернетом. Поэтому, когда мы говорим об искусственном интеллекте, люди думают, что же это за монстр, что это за чудище. А кто эти люди, которые собирают наши личные данные? И они попросту боятся за себя и не понимают, что происходит. Поэтому есть многое, чему народу нужно обучать и просвещать. Спасибо. Три очень важных мысли. И ещё один вопрос, прежде чем мы начнём отвечать на вопросы. Ани Гибсон из Альянса по международным цифровым правам. Спасибо. Я участвую здесь с первого дня. Даже ещё до первого дня мы занимались организацией ряда сессий здесь по глобальному цифровому соглашению. Если хотите, я могу поделиться копией наших наработок. Очень интересно было услышать ваши мысли. Права человека — это первый основной принцип, на который должен упираться глобальный цифровой договор. И рада, что была упомянута важность соблюдения гендерной проблематики. Это очень важно. Хочу это особо отметить. Спасибо. Я благодарю вас за заданные вопросы, за комментарии. В целом вопросов получилось пять. Пожалуйста. Последний выступающий отвечает первым. Спасибо за то, что задали этот вопрос. Прежде всего, в Адис-Абебе. Кто из вас был в Адис-Абебе на IGF в прошлом году? Там я говорил, кстати, было немного неловко, что в стране, где с интернета не всё хорошо, проходил IGF. Это было не очень дипломатично, но это сказал со сцены. Все, включая Саудовскую Аравию и другие страны, которые проводят себя IGF, должны понимать, что же такое форум по управлению интернетом. Это форум для проведения разговора по тематике интернета, включая разговоры о правах человека. Поэтому, помимо, конечно, разговоров о гражданском обществе и так далее, мы не должны вставить себя в такую ситуацию, когда мы должны просить для себя гарантии чего-то, потому что мы проводим там форум. Спасибо, Гбенга. Также были вопросы по гендерной проблематике, по кибертравле, влиянию искусственного интеллекта на рабочие места. Пожалуйста, Мелори. У меня есть ответы на два вопроса по кибертравле. Я прочла очень интересный доклад Центров демократии и технологии о том, что цветные женщины, которые занимаются политикой в США, изучалось их опыт пользования интернетом. То, с чем мы не сталкиваемся, это очень говорящие сами за себя выводы. Предлагаю вас знакомиться с этим докладом. Важно при таких исследованиях правильно ставить вопросы. И проблемы, конечно, существуют. Во-первых, это требует иногда прочесывания мелким гребнем. По рекомендации, допустим, расширить права пользователей, чтобы у пользователей была возможность блокировать и сообщать о нападках на них в интернете. Вот эти вещи, вот такие механизмы очень важны. Поэтому вопрос задан очень правильно. Это важный вопрос. И особенно это важно наиболее уязвимым. Это касается тех, кто подвергается гендерной дискриминации. Это прекрасный пример моментов, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь. Конечно, таких моментов много. Второй вопрос. Он касается форума, места проведения в следующем году. Потому что в конце моего выступления я сделала ссылку на это. Но я считаю, что независимо от того, в какой стране проводится ежегодное заседание форума, права человека должны быть поставлены во главу повестки дня. Да, здесь говорится об интернете и искусственном интеллекте. Но и права человека должны фигурировать в каждой повестке IGF. У нас не впервые складывается такая ситуация. У нас ежегодно проводятся заседания по вопросу управления интернетом. В странах, например, таких, там в Турции, допустим, в других странах, здесь проблемы с правом человека. В Сингапуре, например, там тоже были проблемы. Потому что там у ЛГБТКУ, как бы технические, как бы такие люди не могли, не имели права приезжать в Сингапур участвовать в форуме, потому что там это запрещено. Поэтому о таких вещах надо говорить. Говорить с разных углов. И, конечно же, ставить перед собой вопрос с тем, чтобы мы все сделали правильно. Пожалуйста, Айлин, вы следующая. Так сложно, столько хороших вопросов и таких многослойных. Но начну я, пожалуй, с вопроса доступа. Ну, во-первых, у меня есть хорошая новость. Это касается необходимости. Вот вы говорите о необходимости подключать гражданское общество к любому разговору по правлению интернетом. Я считаю, что вот именно на этом, особенно на этом форуме, на IGF, сейчас уровень знаний у гражданского, организации гражданского общества, сейчас он улучшился многократно. Даже по сравнению с некоторыми государственными органами, в том, что касается, например, важности гуманитарного права, его применимости к данной тематике. Далее мы говорим о расширении потенциала, о капельном потенциале участников форума. Важно не забывать о расширении потенциала и обучении технического сектора. Это один и тот же угол зрения, отвечающий на один и тот же вопрос. Что касается Саудовской Аравии, я считаю, что руководящие комитеты, МАГ, должны убедиться в том, что права человека будут фигурировать, причем проходить красной нитью через повестку дня форума, который состоится в Риаде, не только номинально, с тем, что люди обратили внимание, например, что запрещено, что разрешено, потому что ситуация, конечно, атмосфера будет там несколько иная. Следующий вопрос по гендерной проблематике. Коллега из Кении как раз говорил об этом. Весь этот разговор, в общем-то, строится вокруг концепции исключения, отсутствия доступа к технологиям, а также процесса управления технологиями. Существует здесь напряженность и идет ли речь о прямых или явных свойственных или присущих рисках, либо же злонамеренном использовании технологии, например, для слежки, трекинга и так далее. Я считаю, что мероприятие, которое состоялось до открытия, в минус первый день, было очень важным тому свидетельством. Женщин, как правило, исключают во многих странах не только от подключения, но и от какого-либо адекватного участия в процессе управления интернетом, да и пользования интернетом тоже. И здесь также есть риски относительно использования технологии. Здесь есть, несомненно, гендерный срез. То, как женщины и девушки пользуются технологиями, нередко это не учитывается. Именно поэтому нужно выводить гендерную проблематику во главу угла. И делать это нужно одновременно с другими вопросами. По другому вопросу коллеги из Кении относительно влияния искусственного интеллекта на рабочие места. Этой теме не уделяется должного внимания. Мне кажется, что это ударит громом среди ясного неба для многих из нас, во многих обществах. В тех странах, где искусственный интеллект будет проникать глубже, риск как раз выше. Мне кажется, что есть уже целое сообщество людей, которые задумываются об этом. Но в основном это экономисты. То есть те, которые занимаются вопросами трудовых ресурсов. Но немногие в технологическом сообществе или в сообществе правозащитников занимаются этой проблематикой. Поэтому я очень ценю то, что вы задали такой вопрос. Спасибо, Эйлин. Я хочу вернуться к тому, о чем говорила Майори, что нам нужна конференция по правам человека, на которой также обсуждается интернет, а также гендерная проблематика. Поэтому сейчас много говорим о том, что мы пытаемся решить эти проблемы как бы онлайн, при том, что онлайновый мир является отражением того, что происходит оффлайн в реальной жизни. Пожалуйста, Питер. Я бы хотела продолжить по данному вопросу. Я вижу огромные возможности нахождения технологических решений по гендерным проблемам. На самом деле это не какая-то космическая наука. Например, как определять случаи хейтерства в интернете по отношению, допустим, к женщинам, к тому или иному полу. Это не так сложно технически. И здесь и государство, и техническое сообщество могут сделать это фокусом внимания. Далее, что касается влияния на рынок труда. И здесь я с вами согласен, что недостаточно внимания уделяется возможному влиянию искусственного интеллекта на рабочие места. Сейчас многие притворяются, что ничего не происходит, что это по-прежнему действуют рыночные механизмы капитализма, стремление к полной занятости через рыночные механизмы и так далее. И таким образом обеспечивается экономический рост. При этом на фоне экономического роста еще сейчас наблюдается рост безработицы, что с точки зрения классической экономической теории не должно случаться. Поэтому, может быть, здесь стоит посмотреть на эти вопросы глубже, что это будет означать для людей, которые не могут найти работы в соответствии с своим уровнем подготовки. И нам надо находить решение? Несомненно. Спасибо. Думаю, что все согласились о том, что вопросы рынка труда должны тоже рассматриваться на фоне того, что происходит. Спасибо. Я согласен с тем, что говорили выступающие здесь. Что касается комментариев по кибертравле, а также нехватки, недостаточной актуализации гендерной тематики. Это здесь вопрос фокуса внимания и толкования. Здесь много говорится о принципах, о сплочении заинтересованных сторон. Он, как адвокат правозащитник, который работает в самом центре большой технологической компании, в самом сердце ее. Я вижу, что это все реализуемо. Некоторые эти вопросы касаются технического характера, некоторые более политического. Некоторым должны заниматься руководители наверху. Но приводя в пример ту же кибертравлю, то здесь права человека — это отправная точка в решении, в рассмотрении этого вопроса. И здесь мы должны отталкиваться от глобального общего видения. По буллингу и травле в мета у нас, например, есть хорошая зрелая политика, но и ее необходимо развивать с учетом контекста в разных странах, разных культур, языкового контекста. И затем находить пути смягчения последствий, как мы можем разрабатывать такие инструменты, как мы можем их быстро осуществлять. К примеру, мы изменили нашу политику в области женщин, являющихся публичными деятелями, а также в политике, которая касается травли в интернете и нападок в интернете, добавив также новые положения в уровень контроля для пользователей, чтобы пользователи имели достаточно инструментов, чтобы защитить себя. Например, вопросы языка. Каждый вопрос нередко свозится к языку, к формулировкам, если речь идет о контенте, а травля и нападки как раз являются ярким примером тому, и политика в этом области должна четко следить за новыми тенденциями. И во многом здесь стоит учитывать культурный разрез. Я жду с нетерпением следующего IGF. Это будет следующим шагом для нашей дискуссии, совместных поисков конкретных решений в конкретных проблемах. ИИ здесь создает особый фон. Спасибо. Есть ли еще какие-то вопросы? У нас осталось несколько минут. Я отметила, что мы не ответили достаточно развернуто на вопросы с Кеней относительно защиты личных данных. Мы как раз вели разговор об этом до этой сессии. Тема нынешнего форума посвящена искусственному интеллекту, но сложности, вызовы, с которыми сопряжен искусственный интеллект, нередко сводятся к вопросам о данных. Во-первых, это и прозрачность, и об этом говорил Фредерик, а также целому ряду других вопросов, включая защиту данных. Это ключевое звено в уравнении. Пожалуйста, вопрос из зала. Я бы хотела задать вопрос по вопросу, который был уже задан, потому что мне показалось, что ответ был недостаточно развернут. Так вот, речь шла о месте проведения следующего IGF из ответов, ну, по крайней мере, того, что услышала я. Ответы касались, скорее, повестки дня, которые будут обсуждаться именно на форуме, но те люди, которые как раз напрямую пострадали от нарушения прав человека, их могут просто исключить, они не будут принимать участие в форуме. Например, технология та же, которая использовалась для слежки за ними. Или, например, люди, которые не могут участвовать из-за того, что не могут получить визы. И это происходит из года в год на IGF. Делегаты не могут приехать, потому что не дают визы. Это только один из аспектов. То есть речь идет о границах, существующих в мире, и в то время как одни группы людей могут свободно перемещаться по всему миру, а другие не могут, они не получают визы. Не является ли это проявлением неоколониализма? Поэтому мы говорим о том, что IGF — это технологические, это про технологии, технологии помогают деколонизировать мир. Но если мы посмотрим в африканском контексте, то люди могут, может быть, передвигаться внутри континента, но не за пределами. И даже это не всегда возможно. Например, в Евросоюзе возможно свободное передвижение людей, трудовых ресурсов внутри единого рынка, а в других регионах это невозможно. Это системные проблемы, которые нередко игнорируются. Поэтому хотелось бы услышать, какие конкретные, осязаемые действия будут предприниматься, вместо того, чтобы просто говорить об этом, едва затрагивая суть. Спасибо. Еще один вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Рональда, я из Бразилии. Я представляю молодежь Бразилии. Я бы хотела согласиться со многими мыслями, которые прозвучали, говоря о точке зрения молодежи. Мне кажется, что на предыдущих IGF, ежегодных собраниях, было недостаточно представлено гомосексуальное сообщество. Всего лишь несколько трансгендеров принимали участие. При этом в дебатах недостаточно представлена наша точка зрения, потому что мы ежедневно сталкиваемся с насилием в отношении нашего сообщества не только в интернете, но и в реальной жизни. Поэтому необходимо заниматься этими вопросами. И хотелось бы, чтобы на таких форумах учитывалась и наша точка зрения, а также точки зрения молодежи. Я бы хотела, чтобы этот комментарий был услышан, с тем, чтобы об этих вопросах тоже задумали, чтобы на следующем форуме такие люди тоже, такие группы тоже были представлены. Больше вопросов нет. Я обещала участникам дискуссии предоставить время на завершающее выступление, на завершающие мысли. Первым, пожалуйста, к Бенго Сизан. Важно здесь подчеркнуть, что речь идет не о том, что мы должны как-то обсуждать ситуацию с правами человека в Саудовской Аравии. Очень важно, что когда мы говорим о барьерах, я о них говорила раньше, это не теория, это реальная жизнь для людей, для многих людей, что это не только унизительный опыт, но это также влияет на те возможности, которые они могут получить, на те места, куда они могут приехать, и куда они не могут. Поэтому речь идет не только о том, чтобы включить какие-то вопросы в повестку дня. Главное, что когда нам предстоит, когда нам необходим трудный разговор, его необходимо проводить. Речь идет не только о том, где будет проводиться следующий IGF, а вообще о продолжительности IGF как форума, чтобы он предоставлял платформу, где можно было бы говорить о таких вещах, потому что нельзя, чтобы это было пустословием, где говорится одно, но на деле получается другое. Этот разговор продолжается, и я рад, что уже есть отдельные треки, отдельные дискуссии, посвященные этому, но мы продолжаем слышать, что меньшинство, недостаточно представленная молодежь, недостаточно представленная, означает, что проблемы существуют, и необходимо их услышать, и ими заниматься, с тем, чтобы создавать возможности. Я рад, что эта тема была поднята сегодня, и надеюсь, что на этом эта работа не закончится, что этот разговор был подхвачен и в кулуарах, и дальше. Что мы можем сделать? У государств есть определенные обязательства, у частного сектора, есть добровольные обязательства, и у технического сообщества, у организации гражданского общества мы не должны бояться говорить правду, включая нашим своим же союзникам. Спасибо, это прекрасное, прекрасное завершающее слово. Пожалуйста, Фредерик. Для меня это первый IGF, и впервые я представляю компанию Мета на таком форуме. Что я хочу сказать? Я очень рад возможности присутствовать на этом форуме. Компания, также моя выражает поддержку тематики данного форума, о том, что права человека здесь выдвинуты на столь заметное место в повестке дня. все разговоры, все дискуссии, которые здесь ведутся, они так или иначе затрагивают права человека. И с нашей стороны нам очень нравится, что тематика была развернута именно так. Лично я участвовала во многих конференциях, которые касаются прав человека, когда работала в организации гражданского общества. Рад, что речь идет об расширении инклюзивности, о решении проблем по существу, особенно то, что касается системных сбоев. Работы здесь предстоит еще очень много, но я очень рада возможности принимать в ней участие. Да, мы слышим много критики в наш адрес и справедливая во многом. Мы рады возможности обсуждать темы, которые имеют значение для нас. И отчасти именно поэтому МЕТА отправили большую делегацию на этот форум с тем, чтобы сообщить всем, что мы привержены этому диалогу и готовы поддерживать его во всех аспектах в будущем. Спасибо, Фредерик. Пожалуйста, Мария Элза, если вы онлайн, пожалуйста, заключительное слово. Спасибо, Пеги. Я хотела высказать два комментария по предыдущим вопросам. Что касается насилия онлайн, это новая линия огня для журналистов, для женщин, для многих других. Это вопросы, касающиеся доступа в информации, свободы самовыражения. И это нередко мешает работе профессионалов, которые должны говорить правду, писать о правде, о том, что происходит. Это комбинация не только угроз и женоненавистнических комментариев, но также вопросов цифровой защиты, защиты цифровых личных данных. 73% женщин-журналистов подвергались нападкам онлайн. И многие у них прямым нападением. И я, отвечая на многие вопросы, всегда говорю, что невозможно предсказать влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Но то, что мы видим уже сейчас, это вызывает беспокойство, то, как технологии забирают защитные механизмы для трудовых ресурсов, которые создавались в течение десятилетий. Люди понимают, что у них есть право на достойную занятость, на достойный труд. Но сейчас мы видим, что сейчас, например, медсестер нанимают по модели Убера, что, конечно же, недопустимо. И здесь важно продолжать разговор об этом. И в заключение я хочу сделать предложение в адрес форума IGF. Это прекрасная платформа для многих заинтересованных сторон, но при этом не хватает некоторых важных участников. во-первых, важно, например, привлекать тех, кто занимается защитой информации, защитой личных данных, как, например, специальные государственные органы, занимающиеся защитой информации. Их недостаточно здесь представлено. А также важно расширять осведомленность общественности о вопросах, касающихся цифрового общества, новых технологий. Директивные органы, которые, руководят цифровой трансформацией, должны освещать новости, то, что происходит в их сфере деятельности. И также необходимо освещать действия правозащитников, в том числе и в цифровой сфере. Спасибо за возможность выступить. Большое спасибо, Мари Элза. Это призыв даже к более широкой инклюзии. Большое спасибо вам за комментарий. А теперь микрофон передается Мэлори. В заключение я бы хотела затронуть пару вопросов, о которых не удалось поговорить. Во-первых, вопрос о неприкосновенности частной жизни или охраны личных данных. И здесь сложно переоценить важность этого разговора. Сейчас складывается очень сложный ландшафт. мы постоянно говорим о неприкосновенности чайной жизни. Уже 10 лет, в 2013 году помнится, было большое, когда Сноуден выступил своими разоблачениями. И тогда с тех пор мы проделали много работы, особенно на техническом уровне. с тех пор мы проделали много работы, чтобы обеспечить связь между людьми. тем не менее, у нас никогда не было большого кризиса в отношении утечки данных и защиты данных. Я думаю, что это следует рассмотреть. Может ли это стать бизнес-моделью? И если да, то как можно это рассмотреть и как можно это взять на вооружение, при этом ничего не нарушив и никому не навредить. Мне кажется, нам удалось здесь соединить два аспекта. При этом я думаю, что каждый здесь вносит определенный вклад и участвует значимым образом. У нас появляется больше вопросов, у нас появляется больше измерений, в которых мы можем все это обсуждать. Я думаю, что один из уроков, который я из этого могу извлечь, то, о чем уже упоминалось, правда, кратко, это возникновение нового механизма в рамках ООН, который позволил бы нам говорить об интернете и об искусственном интеллекте и обо всем остальном, но в рамках глобального цифрового контракта. Мне кажется, что мы все время добавляем что-то, мы не заменяем существующий элемент, а наращиваем. И это не то, чтобы плохо, но это усложняет механизм, делает его более громоздким. Поэтому я бы здесь рекомендовала всем нам быть осторожными и задуматься над возможностями, которые предоставляет создание той или иной структуры. Как сказал коллега из Бразилии, мы можем привнести новые вопросы для рассмотрения на благо нового поколения, вопросы, которые еще не рассматривались, которые еще не решены, которые требуется рассматривать более широко. Но я бы хотела сказать, что мы должны при этом быть осторожными и не помещать социальные вопросы в техническую корзину, чтобы не увязывать в технократии. Поэтому я думаю, что расширение нашего сообщества приведет как раз к тому, что мы будем рассматривать больше вопросов, будем вести все эти вопросы на фоне технического опыта и на фоне технического диалога, который ведется. При этом не потеряем всей комплексности социальных вопросов. Спасибо, Мэлори. Питер, спасибо. Хотел бы прежде всего поблагодарить коллег, которые задавали такие глубокие вопросы. И хотел бы повторить в заключение то, что было здесь сказано. Я надеюсь, я правильно понял и сейчас перефразирую. Вопрос здесь заключается в том, что когда мы говорим о визах, то мы не говорим о миграции системным образом. Давайте как-то немного критичнее относиться к себе. Давайте рассматривать вопросы системно, более структурно. И то же самое касается вопроса репрезентативности. Я думаю, что от каждого из нас требуется продолжать оставаться самокритичными. Следуем ли мы сами тому, к чему мы призываем? уважаем ли мы сами в своих практиках то, о чем мы говорим? Либо у нас тоже есть какие-то слепые пятна, когда мы не видим бревно в своем глазу. И я думаю, что когда мы выходим на территорию законодательных дискуссий и искусственного интеллекта, то здесь мы рискуем наговорить много, а сделать мало. По крайней мере, это была тенденция до нынешнего времени. И я думаю, что мы можем сделать большой шаг вперед, если наконец у нас появятся некие рекомендации или стандарты. Спасибо. Я вижу, что и Бенгал улыбается, и многие в зале улыбаются. В конце концов, это все упирается в практические шаги. Я вижу, что у нас Кэмерон появился онлайн. Хотите сказать несколько слов в заключение? Да, хотел бы сказать несколько слов. Вернуться хотел бы к одному из вопросов, который был задан. Один касался гендер, а второй ЛГБТ сообщества. Давайте поговорим о том, как структурирована наша платформа, платформа тех компаний, и дает ли она нам возможность учитывать права человека. Зачастую мы действительно мало внимания этому уделяем. обращаем внимание на нарушение законов, но мы не обращаем достаточного внимания к гендерным вопросам, вопросам ЛГБТ и прав человека. Мы часто обсуждаем вопросы прав человека, но при этом основные темы, о которых мы говорим, это защита данных, это свобода слова, но мы редко выходим за рамки этих тем с точки зрения платформ и соцсетей. Теперь по рабочим местам искусственного интеллекта и замены людей на рабочих местах. Конечно, это важный компонент и при этом доступ к точной информации важен. Я хочу сказать, что, например, Википедия это важный источник информации для многих. Заменяет ли искусственный интеллект в данном случае человека? Тут я позволю себе быть несколько скептичным, потому что давайте все-таки не забывать, что искусственный интеллект предоставляет прекрасные инструменты и помогает закрывать огромные разрывы существующие в связи с языком, например, с физическим расположением людей. И поэтому мы видим, как благодаря технологиям возникают такие решения. При этом, конечно, они могут нарушать какие-то привычные нам манеры поведения или какие-то устоявшиеся уже статус-кво. Но тем не менее, давайте не будем однозначно негативно это рассматривать. Я готов более подробно обсуждать вопрос искусственного интеллекта в контексте их прав человека. И еще вопрос человеческого достоинства здесь обсуждался. Я готов об этом говорить. Когда мы говорим о правительствах и о том, что они защищают права и достоинства своих граждан, то, конечно, я тут согласен, защищать их нужно, но наша основа, на которой мы это обсуждение продолжаем, заключается в том, что, прежде всего, существуют законы, существуют правила в странах, которые ограничивают использование технологий, которые защищают права человека, и мы можем работать, надстраивая над этим дальнейшие механизмы, создавая дальнейшие возможности и продолжая защищать права человека, как в интернете, так и за его пределами. Спасибо, камера. У нас время заканчивается, поэтому передам слово Айлин на несколько слов еще. Спасибо. Я думаю, что до меня уже все сказали. Гбенга все сказал про инклюзивность, про риски. И вопрос, который возникает у меня, заключается в том, что я часто не знаю, как решение было принято. Мэлори говорила о Турции, об Эфиопии, Азербайджане. Я не знаю, как эти решения принимаются, но если мы думаем о следующей фазе АДЖИЭ, то эти решения будут приниматься иначе, другими людьми. Коллеги здесь упоминали несколько моментов. То ли Питер, то ли кто-то из ЮНЕСКО подключился. По-моему, это была из ЮНЕСКО сотрудница, и она сказала о том, что вред может быть нанесен самим контентом, который распространяется. И это тоже важная проблема по всему миру. Также здесь говорили не только о влиянии технологии на то, как она способствует насилию против женщин, как она способствует или может способствовать нарушению прав человека, но она при этом может быть также и решением. Это как игра в кошки-мышки. Так что давайте помнить, что здесь можно сделать больше. Фредерик и Мэлори оба подчеркнули необходимость связи между сообществом техническим и сообществом, которое разрабатывает нормативы и правила. Я думаю, что это действительно интересная область деятельности, в которой заключается большой потенциал и возможности роста в ближайшие несколько лет. Я думаю, что сегодня достаточно говорить об абстрактной и уже возникают вопросы о том, что будет произведено фактически. Здесь много говорили о цифровой общественной инфраструктуре и я думаю, что это область, где необходимо будет обратить внимание и на инклюзивность на проблему подключения к технологиям и на технический аспект ЦУР и также необходимо будет подключить тему прав человека. Вот вопросы, которые, мне кажется, были основными из того, что здесь отключалось. Я думаю, что наше время истекло. Беседа у нас была очень содержательной и интересной. Я думаю, что мы не просто выслышали здесь мнение, но и получили каждое задание. Мы теперь примерно представляем, что делать дальше. И я надеюсь, что мы теперь понимаем лучше, как можно улучшить работу этого форума, как можно добавить к диалогу тему защиты прав человека и на IGF, и на других форумах на сопряженные темы. Я прошу прощения у всех, у кого мы не смогли дать слово, не успели выслушать ваши вопросы, пишите нам эти вопросы письменно. Спасибо. Сессия закончена. Спасибо.